Глава десятая книги пророка Исайи Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычую своею и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью и где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. «О, Ассур! Жесл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах». Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Ибо он скажет, «Не все ли цари, князья мои? Халния не тоже ли, что Кархемис? Ямаф не тоже ли, что Арпад? Самария не тоже ли, что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и с изваяниями его, что сделал с Самарию и идолами ее? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, он скажет, «Посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его». Он говорит, «Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаюсь престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его, как будто палка поднимается на того, кто не дерево. Зато Господь, Господь Саваоф пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнем, и святой его пламенем, который сожжет, и пожрет терны его и волчцы его в один день. И славный лес его, и сад его от души до тела истребит, и он будет, как чахлый умирающий. И остаток дерев, леса его, так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись. И будет в тот день остаток Израиля, и спасшиеся из дома Якова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, святого Израиля, чистосердечно. Остаток обратиться, остаток Якова к Богу сильному. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратиться. Истребление определено изобилующую правдою. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф во всей земле. — Посему так говорит Господь, Господь Саваоф. — Народ мой, живущий на Сионе, не бойся, Ассура, он поразит тебя же злом, и трость свою поднимет на тебя, как Египет. Еще немного, очень немного, и пройдет мое негодование, и ярость моя обратится на истребление их. И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет. И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя твое, и ярмо твое с шеи твоей, и распадется ярмо от тука. Он идет на Айав, проходит мигрон, в мехмассе складывает свои запасы, проходят теснины, в геве ночлег их, рама трясется, гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафоф. Мадмена разбежалась, жители Гивима спешат уходить. Еще день простоит он вново, грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саваоф, страшной силой сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие повержены на землю, и посечет чащу леса железом, и ливан падет от всемогущего.